Итак, ребята, я всех приветствую, мы продолжаем наше прохождение. Так, у нас тут более чем достаточно дел, давайте начнём с чертей. Так, кто у нас закончил? Вы закончили бессмысленную работу, и я вас сразу же отправляю обратно на неё. Здание провалено, хорошо. Такой. Черти разослали. Так, с делом поговорим. Встретил я на Медне бабу ту, что леденцы всё продавала, помнишь? Так у неё кила выскочила, вот такущая, вот на пол лица. Да. Дальше ты расскажи, как колдуном стал. Ну так вот, держу я этот колпак. Чёрт, Прокопия-то задавил. Обратно шапку хочет. А колпак-то разменный. Ему надо дать чё, чтоб разменять. Я-то хоть и малой, да догадался. Чё попросить? Денег, рубаху красную. Понял я, что коли знатким быть хочу, самому надо соображать. Неси, говорю, книгу чёрную. На неё колпак сменяю. Исчезло всё. Стою я в круге, жду. Долго чёрта не было. К рассвету только вернулся. Весь изодранный. Видать, не просто книг-то ему досталось. Да справился. В Сухаревой башне была замурована. А сколько лет, уж никто и не помнит. Вот так и получил книгу. Да знатким стал. Всё сам, как видишь. Почему люди чертей-то не видят? А кто их знает? Так уж бог, видать, положил. Только знаткие так могут. Угу, это всё, да? Встретил я на Медне бабу тут. Да, да. Ладно, в путь. Так, ярмарка. На ярмарке можно и травы купить, и предметы колдовские. Это да, это мы любим, это мы возьмём. Несмотря на поздний час, торговля продолжается, и вы ещё можете успеть купить что-то в дорогу. Чего тут только не продают. И сахарные пряники, и колдовские амулеты. Товары на любой вкус и кошелёк. Угу, и картёжники тут. Тряньки-то распродала уж все. А, ты за травами? Ну, давай, смотри. Так, разорван. Она ядовитая. Одинова разорву, съела скотину и подохла. А, Одинова разорву, съела скотина и подохла. Мгм. Так, прикрыш трава. Возьмём тоже все три. Снимает вредный эффект. Возьмём. Это возьмём. Так, ну ладно. Пока достаточно, потому что мне, может, ещё у книжника чё-нибудь купить придётся. Мудрость войдёт в сердце твоё, и знание будет приятно душе твоей. Мгм. Небольшой расход! Подходи, народ! Покупай добро и травы, чтобы жизнь пошла на славу! Угу. Ничего нового. Увеличивает атаку, по существу, на пять. Неплохо, вроде как. Не уверен, надо ли мне это всё. Давайте с картёжниками. Увеличены очередной партией в дурачка. Ага, бубны. Хорошо. Так, чё, я, наверное, первый схожу. А вот так. Бери, зараза. Бери, зараза. Угу. Ну, давали ему погоны. Валетики, валетики. Так, так. О-о-о. А почему я валет не могу дать? Ну, только крайние, что ли, ходят. Угу. Угу. Ну, на тебе ещё тогда, вдогонку. Одно гивно у меня. Ну, это он возьмёт, конечно, сразу. Но, может, мне тогда нечем будет ходить. Так, у меня хоть какие-то кузыри есть. Ну-ка, давай этого товарища закидаем. Так, 10. Король. Да, блин, ты серьёзно? Ну, давай. Угу, угу. Так. Так. И вот так. Хе-хе-хе-хе. О, забирай. Ну, не промахнись, Федот. А, я хожу. Хе-хей. А чё, мне так пока не доиграют, что ли? Тьфея, я-то думал. Ща, я тут раз, два и закончил. Чё-то с утопленниками мы быстрее заканчивали. Не приходилось ждать, пока не доиграют. Это потому что он мой союзник, что ли? Охренеть. Вот ты собака. Картёжники увлечены очередной партией в дурачка. Взял он меня на 50 монет прокатил. Бесполезный ты такой, а. Ну, ладно. Так, лот, лок Ахматовой. А враги часто бывают соединены с потусторонним миром. Дед Егор говорит, что тут порог есть какой-то. Ну, погнали. Да ладно, сразу же. Просто без диалогов, без всего. Интересно. Ноль против всем противникам, а почему? Ну, так по этому же существу только промахиваются. Странно. Продолжение следует... Легче, 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 вообще. Пока накладу на себя всяких штук, а потом его снесу, как нифиг делать. Ну, дружок, готовь джепу. Че там, сколько тебе залетит? Почему ноль все? А-а-а, еще один ход. Вот ты собака поганая. Только посмотрите на него. Ну, вроде на него должен с глаз лечь нормально. Ну, и все. Тогда он мне вообще ничего не сделает. Просто немощный. Вау. Ну, все. Ханате. 62. До свидания. В этой деревне жил мужик, которого водяной поймал коров пости. Тут можно за него молебень отслужить. Давайте сходим. Притихшая деревня готовится ко сну. Некоторые окна еще горят. И тут и там, на улице, вы замечаете крестьян, идущих по своим делам. Давайте сначала про кабак разузнаем. Все, кого вы расспрашиваете, знают про кабак, но говорят, что это плохое место. Оказывается, в последнее время разбойники стали еще шумнее, но в ближайших деревнях их не видели. Один из ваших собеседников крестится и говорит, что в Питейном доме творится что-то бесовское. С дрожью в голосе он рассказывает про вырубку на западе, но больше вытянуть из него не удается. Притихшая деревня готовится ко сну. Некоторые окна еще горят. Так, ищем жену утопленника. И тут и вскоре вы находите избу, где живет семья пропавшего крестьянина. Оказывается, именно его сейчас пытаются выменить на берегу Салтановки. Вы рассказываете его жене о необходимости отслужить молебен. Потрясенная женщина признает в вас колдунью и верит каждому слову. Даем ей денег. Вы отдаете все деньги, что вам вручил работник Водянова. Благодарная крестьянка дает вам в дорогу несколько лечебных трав. Подумав, вы просите поставить свечку и за вашу знакомую русалку. Притихшая деревня готовится ко сну. Некоторые окна еще горят. Так, некрасовские бани. Кажется, звуки песни слышны. Уж не нечисть ли загуляла? Да нет, тут песня нас ждет. Добрая песня. Послушаем. Вы слышите протяжные звуки давно известных вам песен. Возле избы на заваленке все еще теплится запоздалый посиденок. Быть может, стоит остановиться и немного послушать? Вечерние посиделки молодежи, как правило, в зимний период. Во время вечерок совмещается работа. Например, придение. И вечеринка с песнями и плясками. Также сходбище посиденок. Вы садитесь на заваленку и растворяетесь в тягучей песне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На замерзшей лесной вырубке звенит тишина. Примолкли и птицы, и насекомые. Зная, что это верный признак присутствия нечисти, вы открываете свою книгу. На поляне лежит несколько толстых бревен, и есть старый костер с разбросанными вокруг него вещами. Под корнями особо крепкой поваленной сосны виден чернеющий зев провала. Давайте осмотрим костер сначала. В воздухе витает смрад смерти. Кажется, здесь никого не было уже довольно долгое время. У костра вы находите чью-то тетрадь со счетоводными записями. В них указаны исправные жертвы водяному и другие, более жуткие расходы, о которых вы стараетесь не думать. Последняя запись внесена более двух недель назад. Бревна. Чем ближе вы подходите к вырубке, тем отчетливее запах гниения. Вы непроизвольно делаете шаг назад, когда видите тела, ставленные в грубые отверстия в стволах, как в домовины. Осмотреть тела. Преодолевая отвращение, вы проверяете трупы. У многих из убитых есть оружие, похоже, это мертвые разбойники. У одного из них вы находите кошелек с рублями и, без сожаления, забираете его себе. Хорошо. Мы смотрим яму теперь. Провал дыхнул на вас могильной сыростью. На дне среди корней, торчащих как лапы диковинных чудовищ, вы видите пустой ларец. При ближайшем рассмотрении он оказывается довольно старым. Кажется, этот небольшой сундук зарыли довольно давно. Все, больше ничего нового. В воздухе витает смрад смерти. Чем ближе вы подходите к вырубке, провал дыхнул на вас могильный... Ну, видимо, да. Так, село Салтаново. Ладно, село я тут много раз была. Знакомых тоже много. Мы же там были, но странно. Давайте еще раз сходим. Луч света из внезапно распахнувшейся двери сельской лавки разрезает мрак. На улицу выбегает молодой парень с гармошкой за спиной, а через миг появляется и владелец. Толстый купец, выкрикивая проклятие, устремляется в погоню. Вы немного знакомы с гармонистом. Этого лихого парня часто приглашают на вечерки и праздники. Так, ну давайте парню, наверное, поможем. Вы шепчете заговор, и купец неуклюже растягивается в деревенской грязи. По его злобным возгласам вы понимаете, что сбежавший молодой человек утащил из его лавки коробку конфет. Кажется, гармонист бросает на вас прищуренный взор, прежде чем скрыться во мраке. Не, не, мне нужно меньше грехов, поэтому я откажусь. Луч света из внезапно распахнувшейся двери сельской лавки разрезает... Вы шепчете заговор, и гармонист спотыкается во мраке. Ему удается сохранить равновесие, но он роняет свою добычу. Кажется, парень бросает на вас прищуренный взор, прежде чем скрыться во мраке. Купец с досадой плюет на деревенскую улицу, понимая, что ему не угнаться за гармонистом. От прощелыга, черт его неси! В дом, говорит! Знаю я его долг! До крещения гроша не увидишь! Мне тут надо до кабака добраться! Далеко ли он? Эй, девка! Ты туда не ходи! Эсто дурное! Одни беды от кабака до отводки! Вон, недавно мужика нашли одного! Спился? Только вот похоронили! Ну, пятейный дом-то на севере не пропустишь! Федька, гармониста! Небось, туда и направился шельмец! От прощелыга, черт его неси! В долг, говорит! Знаю я его долг! Я этого парня знаю! Может, помочь его вернуть? А-а-а! Как же вернешь! Я от его тоже знаю, так! Если б у Глан мою прилавка был! А он от небось вавины гадать пошел! Вон за те амбары? Ну да! А че такое-то? Так они умеют выражить-то! Как бы худого не вышло! Да не будет ничего! Черт бы их унес! Молодежь это терпения на вас нет! Тебе самой че надо! Иди во своя си! Ну, может я купить хотела че-то! А-а-а, щас-ка! Че ты по ночам-то шастаешь? Иди давай! Купец захлопывает дверь перед вашим носом! Остается только продолжить путь! Так, что у нас там появилось? Амбары. Зерновые амбары, как и мельницы, часто часть мукомольного комплекса. Амбар это прямоугольный сруб с четырехскатной крышей. Восемь сусеков амбара могли вместить до 125 тонн зерна. В нижних венцах постройки делали отверстия для вентиляции. Продухи. Так, и песенка здесь у нас. Ох, и сюда, и сюда, но на ябракой больше не пойду. Ну, купец сказал, что дети отправились гадать в Овины. Гадание в неположенное время может быть опасным. Думаю, стоит проверить. Давайте проверим, чтобы детишки там не напортачили. Мы им поможем. Черный силуэт старого Овина похож на затаившегося зверя. Когда вы заглядываете в приоткрытую дверь, у вас перехватывает дыхание. Овинники затолкали детей в печь и теперь о чем-то спорят перед устьем. Пусти в Овин, хозяин! А, Векша! Колдуна в заверстучую! Ну, заходи, напросилась? Овинки проклятые! Так и норовят сожрать, кого попало. Что с детьми? Задавили? Нет еще. Вот решаем, кто задавит. Ну, че смотришь? Поражить пришли не в тот срок, не запросились, не зачертились. К тому ж отец сам их к черту-то послал. Или ты тоже пришла поживиться? Сами-ка с них иконки, а то притронуться противно. Понятно, ну, а где вариант в карты-то сыграть? Нету варианта сыграть в карты. Давайте посмотрим, что есть забрать иконки. Пожалуй, пригодятся иконки. В печи лежат трое детей. Один оказался без креста. У двух других небольшие образки на шее, которые вы и забираете. Жесть какая. Сразу в карту пойдем с ними играть. Черный силуэт старого авина похож на затаившегося зверя. Когда вы заглядываете в приоткрытую дверь, у вас перехватывает дыхание. Хотел почитать. Гумно представлялась собой совмещенные под двухскатной стропильной крышей хозяйственные постройки для обмолота зерна. Перед обмолотом снопы нужно было просушить в одной из этих построек, овине. Овен состоит из двух частей, подземной и надземной. В подземной части стояла печь каменка. На жердях, колосниках, над печью раскладывались снопы. После просушки их доставали гроблями и относили на соломорезку. Охраняли гумно и овен особой духи, гуменники или овинники. Их представляли как маленьких существ в красных островерхних колпаках. Девушки на святке ходили на гумно и гадали на жениха, выставляя ноги над колосниками. Если овинник огреет плетью, жених будет злой. Если погладит меховой варежкой, добрый. С двумя овинниками, да? Ну давайте. Ох, символ нет, одного вальта дам, второй, такой-то козырный. Берет. Ох, что-то ему-то много дал. Ну, куда-куда-куда? Отгады, Сыть что делает? Ё-моё, вот ровнище-то набрал. Чё ты там колдуешь? Забирай давай. Берет. Блин, это плохо. У этого-то там вообще колода козырная. Ё-моё. Дама, да ещё и козырная. Давай возьму козырную. О, он её сколдовал. Вон там и там дама. Так, ну чё, с тремя козырями то, конечно, полегче. Ух. После исчезновения винников дети приходят в себя. Они помнят происшедшее только частично. Вы напоминаете детям о необходимости защитного круга, хорошенько оттягав их за уши. Хе-хе-хе. Так, Солтановский лес. Рощица к востоку от села, говорят, тут бортников много, может удастся что купить у них. Ну давайте, на яморку, что возвращаться не хочу, на 50 монет у меня там обуле. Узкая тропа охотно это лето. Матка каждый день червей. Так много пчел и молодого родится. Только бы бортий хватило. И один водяной мне помогает. Вон тут чертов ручей неподалеку. Так пчелы там воду пьют. Я кое-что бросил в воду-то. Водки да каравай. Вот так. Чтоб зимой не подохли. Понимаю. Раз урожай большой будет, может, есть чё и на продажу? Подходи, посмотри. Травы есть кое-какие лечебные. Не интересуешься? Слышал про водяного местного? Да так. Говорят всякое. Вот одна история была. От бабки знаю. Только ты смотри. Я-то такую страшную историю могу выдать, что волосы по голове ходить станут. Утоп парень один и к водяному в услужение угодил. Понравился он хозяину рыбному и посулил тот за службом. Отпустить его с девкой Маринкой и наградить приданным богатым. Маринка ему и шепчет. Он тебе даст выбрать из 12 девок одну. Меня. У всех зубы желтые, а у меня белые. Так и узнаешь. Промахнешься, останешься тут навек. Потом даст тебе два мешка. Один маленький, второй большой. Не жадничай, маленький бери. В нем маленькая. Она хоть траву, хоть в муху перемелет. В достатке жить будешь. левый даже не трогай, здесь останешься. Парень все так и сделал. Вернулись они на землю, избу построили, в церкви венчались, детей нарожали, а водяного так и забыли. Только на троицу опускали ему в реку подношение. надо запомнить. Добавляет три к сладному значению. Все заберу у тебя. Как бы на берегу меня водяной раньше времени не изловил. Я еще разбойником, но с разбойниками это не поговорило. Ну вот, пойдем посмотрим. Надеюсь, не изловит. У кромки леса чернеет чей-то силуэт. Не разобрать, кто затаился на вашем пути. Вы крепче сжимаете черную книгу. Окликнем. В ответ раздается человеческий голос. Вы подходите ближе и узнаете знакомого гармониста из Салтанова. Васька, так и знал, что это ты на селе была. Че тебе надо-то? Иди давай своей дорогой. Я тебя все лет приметил. Видел, глядел во след, когда я упал-то. Не, я-то помню, что дед Егор тебя с глазу учил. Мне сласти для дела нужны. Я ему потом все верну. Да хоть завтра. Ну-ну. Девкам, небось, каким несешь. Как обычно. Лишь ты как устепь-то сразу. Да ничего такого, я в кабак вон иду. Меня играть позвали. Именины вроде как. Федька берет пассаж на своей гармонии. Я так думаю. К или с подарком приду, да к поболе заплатят. К кабаку говоришь? Бывал там? Че за место-то? Так не бывал, а изба все заброшенной стояла. А тут слух пошел, мол, снова кабак по ночам-то гудит. Да так весело, бойко. Эх, небось, боскущий кабак-то. Кто тебя на именины позвал? Бог его знает. Той ночью у избы объявился парень какой-то. Приходи, говорит, денег дал, еще обещал. Че, на те деньги не мог конфеты купить? А я их сразу припрятал, мало ли че. Ну, не боись, я завтра расплачусь. Слышала, там лихие ребята сидят. Да хоть какие, гармонисту и черт не страшен. Ну-ну, ты чертей-то в жизни не видел никогда, а если видел, так и не понял. Не всех знатки-то растят. Бог тебе в помощь, некогда мне. Погоди, ты сама куда идешь? Я вот тоже до кабака, и мне надо на этот праздник заглянуть. О, так здорово, вместе пойдем. и правда чудесно. Жаль, но придется самой идти. Мне еще в Некрасово заглянуть до того надо. Глянь, что там на берегу творится. Мужики с бабами табунами роятся. Пойдем. Не успевайте вы возразить, как гармонист утягивает вас за собой. У берега собрались крестьяне. У каждого в руках по нескольку караваев, которые они бросают в реку, а после следят, как хлеба уплывают по течению. Гармонист окликает крестьян и уверенным шагом идет к реке. А, Некрасовский. Здорово! Что это вы тут делаете? Рыбеху кормите? Они утопленника Да пропал мужик один из деревни нашей, никак его найти не можем. Я, кажется, знаю, про кого вы говорите. Думаю, хлебом вы у водяного не выкупите утопня. У вашего водяного так точно. А ты чё, откуда знаешь-то? У неё дед знаткой. Она тоже из этих. Вишь чё? Так чё делать-то нам? Чтобы утопень примочился. Коль знаешь, подскажи. Если выкупать у вашего чёрта, думаю, монетами надо. Бросайте нечётное их число. По три рубля, по пятнадцать. Это сколько нужно-то? Где взять? Хлеба кое-как насобирали. Вот, возьмите. Немного, но должно хватить. О, Васька, завидно ты, девка. А ты давай помалкивай. Нече на мои рубли глазеть. И на том спасибо. Так бы с хлебом и с каледоталого. Вы прощаетесь с крестьянами и отправляетесь в путь. Вскоре вам удается оторваться от гармониста, который разговорился с новыми знакомыми. Так, выселок. Несколько исп в отдалении от села. Тут новая деревня может образоваться. Давайте посмотрим. Круто. За одну карту минус два греха. Вы минуете небольшое поселение, которое ещё не успело обзавестись названием. На окраине деревни вы замечаете круглый бочонок, который катится на запад. Угу. Бочонок посреди дороги катится. Очень интересно. Окликнуть бочонок. Похоже, в бочонке сидели черти, и им не до разговоров. Услышав ваш голос, они вылетают из сосуда и устремляются в атаку. Ну-ка, там ещё есть? Интересно же. минуете небольшое поселение, которое ещё не успело оказывается, бочонок катится в сторону кабака. Через некоторое время из него выскакивают демоны, превращаются в вихри и улетают так быстро, что вы не успеваете прочесть заговора. Подойдя ближе, вы обнаруживаете, что бочонок когда-то полный браги опустел. на пятейных домах всегда плохие слухи ходят. У этого особо скверная репутация. Вон мужик сидит какой-то отдыхает. Судя по всему там даже весело. крестьянин схватился за голову и периодически смахивает скупую слезу. Ты в порядке, дяденька? Ой, девка, ты че тут? Иди отседово пока цела. Лихое это место. Знаю, что лихое. Я потому и здесь. В лесу нашла мертвых разбойников на вырубке. Нечистая сила их будто задавила. Так и есть. Беги отсюда, пока сама цела. Раз ты так боишься, почему сам не сбежишь? Эх, не уйти мне от бесов. Они меня тут оставили, пока в кабаке пьянствуют. Потом-то на мне в пекло поедут. Господи Иисусе, ты мертвый что ли? Раньше я в этом кабаке время может мне удастся тебя спасти? Я знаю как с бесами управляться. У меня само их целый пистель. Помоги мне внутрь только попасть. Мне уж не поможешь. Ну, можешь черта подразнить. Вот ключ от задней двери. Хочешь иди. Что это за пятийный дом? Можешь рассказать? Лихое место для лихих людей. Раньше так было. Ну, а сейчас ты и того хуже. Ты чего, дяденька, слезы утираешь? Чего удумала-то? Да я ни перед какой участью ни с резинки не прораню. Ясно тебе, а ли чё? Большая изба, ладная. изнутри доносятся глухие звуки оживленных разговоров и гармония. Дверь заперта на замок. Разы в траву я тратить не буду. Я тут ещё похожу. Ишь, какая там вечерка и гармонист уже добрался. Вперёд наш, что ли, добрался? Ишь, какой. тут только заброшенные избы. Все окна погасли. Траву забираем. Вон там ещё одна растёт. Эх, судя по всему, опять тут долгий-долгий бой будет. Туда не пройти. Так, вышибала. Ти чё в башку ударила, девка? Ты чё тут забыла? Дело у меня к вашему атаману есть. Ха, ему-то на тебя дела точно нет. Иди отседово, пока Касьян не взглянул. Я так-то чертознайка из Вильгарта. А я так-то царь-батюшка всея Бермской губернии. Угу. Ну, угрожать мы ему не будем. Можно, конечно, в карты сыграть. А можно с заднего хода зайти. По-хитрому изнутри доносятся глухие звуки оживленных разговоров и гармония. Дверь заперта на замок. Замок глухо падает на пол. Дверь открыта. Обычный кабак. Эти даже не разговаривают со мной. Ну, это, наверное, он что-нибудь скажет. Гармонист подмигивает вам, не отрываясь от игры. Знал, что без меня жизнь не мила. Повидаться пришла, Василисочка. Не испытывай судьбу свою, Федор. Шучу, шучу. Не боишься людей-то лихих? Чего бояться? Все гармонисты любят. Я ж тебе говорю, мне и черт не страшен. Я и тебя в обиду не дам. Я нашла кое-что. Думаю, тут не простые разбойники, а черти замешаны. Может, горбачи эти-то все мертвы уже. Ха-ха, ну даёшь, Василиса. Всё у вас с дедом Егором с шалами да балами. Это не шутки, Федька. Ха-ха, ох, не могу с тобой, Вася. Сейчас с ноты собьюсь. Что ты там про веселье говорил? А вот один мне тут говорит, мол, ночь сгустится, да к обхаживать начнём дорогого гостя. Да так, что на небо можно отправиться. Вишь, чё? Да, интересно. После потолкуем. Ага, сядь вон на лавку. Послушаешь хоть, как удало играю. Чё тут ещё есть? Целовальщик? М, вражка. Веселье начинает набирать обороты, а за окном сгущаются тени. Пока не торопимся. О, красный угол. Тут, кажется, красный угол когда-то был. Ага, сейчас нету. Чё за целовальщик такой? Кабачик этот даже и не глядит на меня. Ну, понятно. Так, туда нельзя пройти? Нельзя. Садимся на лавку тогда. Веселье начинает набирать обскоре, крестьяне начинают плясать, да с таким рвением, что сотрясаются стены. Через некоторое время веселье так разошлось, что гармониста подхватили на руки и начали с гиканьем подкидывать его в воздух. Особенно выделяется крупный мужик. Главарь этой шайки? Вы замечаете, что посетители друг за другом подходят к какой-то склянке у окна и что-то мажут возле глаз. Выгодов момент, вы добираетесь до этого предмета. У вас уже давно закралось недоброе подозрение про этот кабак, а теперь оно перерастает в ужас. Мы же этому вояки мазали тоже что-то там на глаза, чтобы он черти видел. Ваши подозрения оправдываются. Все вокруг было мороком. Да и гармонисты они не просто так подкидывали. Вы достаете черную книгу, но вас окликает главарь бесовской стаи. Думаю, мои конюшни сегодня пополнятся еще июнной колдуньей. Что за день? Ну, с чем вы пожаловали, сударыня? Гармонист изо всех сил старается выпутаться из петли. Я знаю, что вы местных на вырубке подавили. Они нашли то, что не должны были находить. То есть нас. Не могу сказать, что мы неблагодарны. Передавили всех? Но за что? Гармонист начинает сопротивляться петле чуть менее отчаянно. А разве нам нужна причина? Мы духи зла, девочка. Но ты спрашивай, у меня полно времени. чувство неплохо бы напасть, конечно, потому что он когда сделал последнее автосохранение? 20-31. Угу. Это то есть видимо на входе в кабак, да? Водяному нужны жертвы. Как мне с вас теперь их раздобыть? Кажется, у гармониста заканчиваются последние силы. О, думаю, с нас тебе толку не будет. Обычно мы создаем проблемы, а не решаем. Заметив теряющего силы гармониста, вы достаете черную книгу. Нечего мне зубы заговаривать. Отправишься в пекло со своей стаей. Еще посмотрим, кто в него отправится. Я превращу тебя в копылицу и запрягу в телегу. Так, ну, надеюсь, мы его успеем спасти. Я вот уже думал, пора, пора. Так, что там увеличивает? Ага, он на себя благословение накладывает. Понятно. Угу. Ну, стоит вообще как-то. Легче легкого. Ну, это, наверное, следующий ход оставлю. Так, оставшееся время количество ходов до завершения битвы. Если вы не успеете уничтожить всю нечесть, то проиграете. Ага, понятно. Тогда мы атакуем. Я бы сказал, только этого. Но, видимо, нет. следующим ходом. Но это не особо сложный бой. Я думаю, его, в принципе, быстро должен насилить. Возможно, даже с первого раза. 14. Ух. Ух. Ну, я готов тебе разрешить меня так ударить. Ух. Вот что он делает, да? Ясно. вряд ли его, конечно, следующим ходом завалю. Ну, давайте попробуем. все-таки, да, я выиграл. О, 48. Хрена себе. еще немного, и твой дружок присоединится к нашим грешникам. Нихрена подобного. Не бывать этому! Вслед за ним отправишься и ты. Ох, блин. Ну-ка. 26. Не дотянули немного. 27. 37. 33 ИС все равно не хватает. Ну, чуть-чуть не добили его. Да ладно, добили все-таки. Нет, не добили. На следующем попытке я его завалю. Как нифиг делать. Ваши подозрения оправдываются. Все вокруг было... А, думаю, мои конюшни сегодня. Так, давайте еще попытку. так, четыре. Пять. Блин. Плохо. Целый ход спускаем. Ну ладно, пробафаемся. Надеюсь, карты выпадут хорошие. Можешь ударить меня, так уж и быть. Этот нам вообще, конечно, не кстати, что он все так пробафывает. 25. Так, и он нас не пробьет. И сейчас главное не его обрушить вообще всевозможные атаки. Ох, бля, вот эту плохую штуку он у нас наложил. Давай, дайте мне нормальные карты, прошу. 17. Может, что-то. Эх, хорошо. Ах, блядь, одно говнище. Хотя 88 я ему нанесу нормально, ладно. 96 даже. Хорошие ключи. когда падает черт Миколка, его стая свизгом вылетает из дверей и окон. Вы быстро снимаете Федьку с петли. Кажется, он все еще жив, но от его обычной спеси не осталось и следа. К вашему удивлению, черт пока что не испарился, как остальные. Стой, колдунья, я тебе помогу. Теперь в услужение собрался? У меня своих чертей целая стая. Но я сильный черт, сама видела. Сначала расскажи, что с разбойниками сталось. Они раскопали старый клад. Его ушкуйники еще закапывали давным-давно. на нем было колдовство сильное. Конечно, не настолько жертв, сколько разбойников было. Думаю, что-то в заклинании пошло не так. Может, место там какое особое. Мы были привязаны на охрану, обычные бесы. Но с годами креплое колдовство и наша сила, словно выдержанное вино. когда они открыли сундук, мы взяли то, что причитается всей их головой. На остатки колдовства сплели этот морок. Думаю, Вакуль не обрадуется. Ну, а после стали проколитых собирать по округе. Я грешников в коней превращаю, да в пекло гоню. Все было хорошо, пока ты не объявилась. Заговор на морг был настолько крепким, что даже нечисть использовала травы для его рассеивания. Быть может, стоит оставить этих чертей бесчинствовать вместо разбойников. Пусть они приносят жертву водяному. Ну, а че бы нет. взять себе или заставить жертвовать. Наверное, первое. Блин, по новой его бить только из-за этого. Лучше себе, конечно, забрать было. Ладно, ща забью его снова. Ваши подозрения оправдываются. Пусть они приносят жертву водяного. ща забираем этого товарища себе. Ладно, пойдешь ко мне в услужение. спасибо, не пожалеешь. Много я душ тебе спортить помогу. Ваш знакомый гармонист побывал на грани жизни и смерти и, кажется, в чем-то изменился. На обратном пути он не проронил ни слова. Вы помогаете Федьке добраться до ближайшей деревни и отправляетесь домой. Остается только гадать, как отреагирует водяной черт на смерть своих разбойников. Больше жертвовать водяному они точно не смогут. Ну, это лучше уж, наверное, чем семь грехов взять, хотя, надеюсь, отпустят они эту девку русалку. И к рассвету уж добралась. Че беса ты жертвовать не оставила, а? не знаю че сказать. Таракан ловить. Я что-нибудь с водяным придумаю. Да уж придумай. Некогда нам нового водяника искать. Ладно, надо на мельницу тебе отправляться. Соливары я уже туда снарядил. Думаешь, Вакуль откроет печать? Так не знаю теперь. Че ему в башку взбредет, то и сделает. Он жертвы любит. Может деньгами переубедить. Все я про русалку думаю. Можешь попытаться выкупить душу ее, но смысл. Он ее лет через пятьдесят и так выпустит. Она мертвая подождет. Что мне ждать на этой мельнице-то? Думаю, тебе надо быть готовой ко всему. Этот черт неспроста встреч ты там назначил. У него там и сила есть, и история. Для усиления поступательной энергии воды реку перегораживают плотины, в которой оставляют отверстия для струи, вращающееся колесо. Вода приводит в движение лопасти колеса или турбины, а она в свою очередь вращает ось, что приводит в движение другие механизмы. Мельницы использовали не только для помола муки, но и для распила леса. Металлургия обработки камня, там где достаточно простой ручной тяги. За свою работу мельники брали рабочие водяных мельниц дружили с русалками лешими и водяными. Именно на мельничной плотине в день троицы играли свадьбы русалки. Я с черной книгой все ловчее управляюсь. Ха, еще бы, у тени свет. Чем дольше книгу держишь, тем ярче она светит, и тем больше тень за твоей спиной. Не важно, кто держит эту книгу, старик или девка, эта тень все растет и скрывает деревни, крестьян, друзей и родню. Наконец она и до тебя добирается. Ну, на мельницу буду собираться. Она от Каинского села недалеко. Не заплутаешь. Так, ну что ж, ребятки, на этом мы тогда закончим. Я благодарю всех за просмотр и до скорой встречи. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...